Миропорядок находится под угрозой, какого человечества не видела со времен Холодной войны, уверены глава британской службы внешней разведки МИ-6 Ричард Мур и его заокеанский коллега, директор ЦРУ Уильям Бёрнс. По словам обоих главных разведчиков, Лондон и Вашингтон активно сотрудничают, чтобы единым фронтом противостоять агрессивному напору России и войне Путина в Украине. Их совместная статья на эту тему вышла в Financial Times с двумя подписями, и до сих пор ничего подобного не публиковалось. Авторы пишут, что заранее предвидели приближение полномасштабного вторжения в Украину и смогли предупредить международное сообщество, чтобы помочь Киеву, раскрыв некоторую секретную информацию. По обе стороны океана сотрудники ЦРУ и МИ-6 противодействуют безумно диверсионной кампании, проводимой Россией в Европе, одновременно пытаются снизить напряженность конфликта на Ближнем Востоке и борются с террором, чтобы не допустить возрождения исламского государства, говорится в статье. Нет никаких сомнений в том, что международный миропорядок, забалансированная система, которая привела планету к относительному миру и стабильности, параллельно обеспечив рост уровня жизни, открыв новые возможности и заложив основу для процветания, сейчас находится под угрозой. Больше, чем когда-либо со времен Холодной войны, уверены авторы. В основе особых отношений между Великобританией и США, по их мнению, лежит успешная борьба с этой угрозой. Одним из таких беспрецедентных сочетаний угроз, стоящих перед двумя странами, является идущая уже третий год война в Украине. Кроме того, главы политических разведок двух стран еще и впервые выступили вдвоем на публике на мероприятии в лондонском Кенвудхаусе. Бернс назвал недавний захват украинскими войсками российской территории в Курской области значительной тактической победой, но добавил, что не видит свидетельств того, чтобы это каким-либо образом ославило власть президента России Владимира Путина. Главным разведывательным и геополитическим вызовом века главы обеих разведок называют подъем Китая. Как сообщается, обе спецслужбы были реорганизованы в соответствии с этим приоритетом. Бернс и Морд также рассказали, что постоянно убеждали все стороны в необходимости сдержанности и деэскалации конфликта на Ближнем Востоке, не устанут добиваясь прекращения огня и сделки по возвращению заложников.